Привет, друзья! Такое небольшое видео будет разномастной покупки совершенно из разных магазинов и разного назначения. Хотела показать вам, вот мы были, когда последний раз в Ашане, взяли вот такой грунт, три мешка, по-моему, по 72 или 74 рубля был, здесь 10 литров. Мы обычно берем синий пакет, точно такой же фирмы, селигер агро, но их не было, пришлось брать вот этот. В принципе, очень довольный и он здоровый, то есть, ну, не поврежденный грунт, а то бывает там с мушками, с какими-то бложками. Вот этот здоровый, и если у вас есть селигер агро в магазинах, очень советую хороший грунт. Вот, мы взяли универсальный для цветов, но, в принципе, обычно мы берем универсальный для рассады, но его не было, говорю. Вот, поэтому взяли для цветов, но, в принципе, на самом деле он мало чем отличается друг от друга. Там, единственное, может быть, какие-то питательные вещества, но по факту они схожи между собой. Вот, так, потом еще хотела вам показать, значит, в... Потом еще хотела показать вам, значит, мы были в монетке и там взяли вот такие вот штуки. Это как проволочка, покрытая пластиком сверху. Вот так выглядит этикетка. Прима Флора. Тут инструкция, как ими пользоваться, вот этими штучками. Называется набор для подвязки растений. Количество здесь не указано, но их, в принципе, много. То есть, видно, вот, целый пучок. Мы взяли две упаковки. Одна упаковка 9 рублей стоила. Вот. В принципе, дешевле, чем в Фиксии. И их много. Я подумала себе, для каких-нибудь творческих нужд. Но, может быть, буду и на дачу использовать. Вот. Потом... Сегодня заходил в Фикс Прайс. Меня попросили кое-что купить. Но у нас шаром покатим. Вот. Взяла... Ну, как же без семян. Я каждый раз семян там беру. В общем, появился такой овощной базилик синий. И вот такой еще перчик. Довольно известный сорт. Подарок Молдовы. Надеюсь, что хорошие получатся. Вот. Это что касается семян. Тоже в Фикс Прайсе. Взяла именно алкалиновые. Алкалиновые для фотика. Хочу попробовать, насколько они долго и хватает. Потому что покупать, например, энергайзер довольно накладно получается. Вот. Взяла попробовать вот эти. К сожалению, почему-то алкалиновых не бывает вот в этих, знаете, длинных пачках, где, по-моему, по 10 батареек. Только какие они там другие вот эти. Солевые, что ли. Вот. А мне нужны были алкалинные. И еще взяла на пробу. Уже много кто показывал в блогах, в обзорах. Вот такой кускус. Взяла попробовать. Знаете, я не знаю, может быть из-за того, что на них как бы появился спрос. Но раньше вот эта пачка у нас стоила 55 рублей. Сейчас она стоит 77. Это, конечно, очень удивительная вещь. Но я уже... Я взяла ее там стоял ценник 55. Но когда уже на кассе дома смотрю, по чеку 77. Вот. Немножко меня это расстроило. Заскочила на почту. Взяла вот такой пакетик. Самый маленький, что был. Честно говоря, он, по-моему, стоил мне 20 рублей. Да, 20 рублей. Вот. И, в общем-то, что еще хотела сказать. Еще хочу сказать, что в фикс-прайсе снова действует скидочная. Система. То есть, снова они починили все. У них теперь работают эти скидочные карты. Но я буквально сегодня утром зашла на сайт, чтобы зарегистрировать свою карту. И получается, что я под своим предыдущим именем зайти на сайт не смогла. То есть, у них все сбросилось. И, соответственно, все мои баллы, которые были на карте, они сгорели. Вот. Ну, там было, конечно, прилично баллов. Жалко, в общем. Но надо было вовремя им пользоваться. Вот. В общем, чтобы, если у вас есть карта, чтобы она снова заработала, и у вас шло накопление баллов, нужно ее активировать. Нужно зайти на сайт, либо зарегистрироваться и активировать карту, либо уже активировать ее, если вы уже там зарегистрированы. Но вот я говорю, что я была уже зарегистрирована на сайте, и я не смогла активировать карту. Мне пришлось регистрироваться заново. То есть моего имени там не было, ну, тех регистрационных данных, с которыми я регистрировалась на сайте, их не было, поэтому пришлось заново, вот. И у них еще там акция сейчас, по-моему, до 31 марта, если зарегистрируешься, ну, то есть ты новый пользователь, ты как бы еще не регистрировался на сайте, не имеешь там никаких привилегий, значит, регистрируешься, и тебе дают какой-то персональный код, с которым ты идешь в магазин с онлайн, ты получаешь подарок. Вот, в общем, вот такой у меня чек получился, небольшой, еще купила, а, самое прикольное, что я вам не показала, тот чек я вам показала, кускус показала, а самое прикольное не показала. Так, сейчас, вот эту штучку взяла в подарок, я думаю, что это, ну, многие знают. Так, фокус, аллоу, почему с ним фокус куда-то ускакивает у меня? Вот, в общем, думаю, может быть, многие видели, это такая аппликация с наклейками для детей. Вот, здесь 4 открытки и 40 наклеек, которые нужно вот сюда вот приклеить животных, которые там в пустующих местах. Вот, и здесь, да, тоже, вот в наборе 4 открытки и вот 40 наклеек. Вот, это я в подарок взяла. И еще у нас появилась очень классная вещь, я думала, что придется все-таки ехать в художественный магазин. Появились радужные карандаши. Я сейчас попробую приблизить, чтобы вы поняли, что я имею в виду. Так, ну, вот более-менее видно, да, вот здесь желтый, зеленый, оранжевый, синий, розовый, какой-то голубой. То есть, в каждом карандаше, по-моему, по 3 цвета. Вот, и сами они довольно красочные, но там все расцветки одинаковые. Вот такие вот, правда, есть поломанные карандаши, но я выбрала вот более-менее. Я очень хотела такие радужные карандаши для раскрасок и вот взяла. Стоил он, по-моему, 50 рублей ровно. Да, 50 рублей. Вот, и набор для творчества тоже 50 рублей. Семена по 5 рублей. Батарейки 50. Вот, кускус вышел 77. Вот, в общем, вот этой очень довольна покупкой. Прям очень хотела эти карандаши и боялась, что придется ехать в художественный магазин и покупать задорого. Попробую, как они работают, вообще, как пишут, как точатся и не ломаются ли. Вот, такие были небольшие покупки из разных магазинов. Оставляйте комментарии, подписывайтесь, ставьте пальчик вверх и увидимся в новых видео. Пока-пока.